Вебинар «Работа с возражениями», то есть все, что я хотела сказать, я сказала два дня назад. Хочется еще раз об этом проговорить, потому что не все знают, а потом обижаются, что им не сказали их наставники. На самом деле наставники некоторые бывают очень интересные, которые не доносят почему-то ни записей вебинаров, ничего, думая, что интернет-проект «Фоберлик онлайн» и так обучат их дело только регистрировать, так вот нет. Нужно обязательно работать со своими новичками, поддерживать их и обязательно как можно быстрее отвечать на все их вопросы, пока они новички. Конечно, хочется с вами поговорить о компании, то, что в компании есть помимо выплат ежекаталожных за товарооборот структуры, еще есть такие квалификационные бонусы. Да, и, конечно же, кто помнит, в каком я звании, и кто мне скажет, сколько бонусов я собрала, пока шла за два года по этой карьерной лестнице помимо выплат. Кто ответит? Кто самый внимательный слушатель вебинара? Старший национальный, да? И вот давайте посмотрим, с уровня подтвержденного директора у нас с вами появляются бонусы, да? То есть это сначала 55, да? Потом 27500, и тут неверно немножко написано. Потом, значит, 110. Потом, значит, 165 бонус за золото. Потом, значит, 220, потом 330 за бриллианта. Потом 500 тысяч за элитного директора. Потом у нас с вами был миллион. И потом, конечно же, миллион 250. Вот мне хочется сказать, что это только единовременные выплаты за подтверждение вашей квалификации. Ириночка, здорово. Два года будет как в компании. Вот. И три года, Ирин, или это ты про себя, да? Вот. И знаете, мне хотелось бы сказать, что на самом деле у нас быстрый рост, потому что мы, грубо говоря, для новичков мелочные и дотошные. Мы всегда стараемся полностью ответить на все вопросы. Мы всегда стараемся полностью, как он даже сказать, полностью соответствовать статусу лидеров. И брали на себя ответственность за каждого новичка с первых дней. Да? С одной стороны, к нам приходят люди, которые взрослые, и они могут... Молодец, Костя, они могут, грубо говоря, сами обучаться, сами расти, еще что-то. Но с другой стороны, нет. Нашим людям нужна поддержка. И бывают такие моменты, всякие разные сомнения, когда лидер не сломался бы, если бы с ним поговорил наставник вовремя. Да? И вот вы знаете, вот компания щедро одаривает нашу работу, щедро очень оплачивает. И причем все доходы белые, и это просто невероятно здорово. Значит, смотрите, в компании есть бонус материнства и усыновления. На самом деле, ни в одной компании такого нет. Он выплачивается мамочкам, которые на момент родов, как минимум, 8 каталогов были на 15%. Он выплачивается за первого ребенка 20 с чем-то тысяч, за второго ребенка, по-моему, 54 тысячи в год равными суммами. Вот у нас Оленька Дубяга, она уже старший директор, но ей компания все равно выплачивает. То есть не обязательно быть 15% лидером, чтобы получать. Или, допустим, мужчина директор, у него родилась дочка, сын, или они усыновили кого-то, без разницы. Им тоже, мужчинам тоже выплачивается бонус материнства и усыновления, потому что в их семье появился малыш. Далее, значит, бонусы директорских статусов, о которых мы сейчас с вами только что говорили, это с уровня директор. Дашенька вводится, вчера мы с ней в чате переписывались, Леночка. Вот, и, значит, бонус быстрый старт. Это когда ваш бонус квалификационный умножается на 2. Вот эти бонусы как раз мы с вами считали. Конечно, если бы я попала под эту программу, да, к примеру, если вы, давайте с вами немножко порисуем, да, об этом нужно знать всем новичкам, которые недавно к нам присоединились, потому что вы участвуете в этой акции, вы участвуете, вот. Работает, работает, да, переписывается и в чатах, и везде, просто у нее грудной ребенок, поэтому она не всегда на виду, но она работает. Она вот недавно сняла ролик, выложила на мой канал YouTube, все у нее хорошо. Вот, Дашенька Пахильчук, кто не знает ее, это наш серебряный директор, наша драгоценная дама. Вот, значит, смотрите, открыли вы за полгода, допустим, директора, и ваш квалификационный бонус умножается на 2, умножается на 2. Первый 55 вы получаете на первый каталог, и потом через 8 каталогов вторые 55 за то, что вы подтвердились. А если вы открываете старшего директора, то тут 27500, умноженное на 2 у вас получается, да, умноженное на 2. Далее, если вы успеваете за полгода открыть серебряного директора, то у вас получается 110, умноженное на 2. Так вот, смотрите, если, к примеру, за полгода вы открыли серебро, что такое серебро? Серебряный директор – это 2 директорские ветки, в которых 30 человек, по 30, простите, по, так, погодите, 50 человек, 60 человек, которые делают по 50 баллов, 2 ветки, да, то есть 120 человек в вашей структуре поровну по веточкам разделены, и полторы тысячи баллов ЛГ вбок, да, вот это вот нужно обязательно. Вот, и вы получаете 55, умноженное на 2, 27500, умноженное на 2, и 110, умноженное на 2. Также вы можете собрать из золота и рубина. Да, но такие случаи уже, конечно, очень редкие, и, конечно, вы будете уникумом, если вы это сделаете. Конечно, быстрых стартов у нас на проекте очень много. Сейчас у нас уже август, идет сезон, и, конечно же, очень много людей начинает открываться, потому что все отдохнули, все позагорали, все уже возвращаются домой. Началась учеба, да, все мамочки уже, грубо говоря, перед учебой начинают закупаться и так далее, и так далее. И, конечно же, мы с вами понимаем, что сейчас расти легче, чем летом, и у каждого есть возможность в течение полугода подтвердить любое звание и собрать вот такие вот крутые квалификационные бонусы. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы? Далее, конечно, у нас с вами есть бонус стабильности. Если есть вопросы, пишите обязательно, да, у нас с вами есть бонус стабильности. Он начисляется с уровня директора, если ваш ЛО 100 баллов, то есть вы вип-консультант. Конечно же, если вы вип-консультант, то бонус стабильности выплачивается два раза в год, да, просто за то, что вы не растете, но и не падаете. Далее, значит, бонус развития, он идет с уровня бриллиантовых директоров. В прошлом году я получила более 100 тысяч рублей, вот, хотя структура была молодая в этом, я не знаю, полмиллиона, наверное, придет. Потому что очень много директоров открылось, успело подтвердиться за это время, а я получаю с их премией 30%. Они получают полноценный бонус, и я 30% с каждого бонуса. Да, вот, к примеру, если в моей структуре подтвердилось 10 директоров, которые получили 55 тысяч квалификационный бонус, это мы 55 сначала умножаем на 10, это 550 тысяч, да, и потом вычитаем 30%. И я получу 165 тысяч с 10 директоров, вот, до 44 тысячи в год, Наташечка. Вот я сейчас на уровне рубина, я получаю 44 тысячи в год, вот, да, от всех квалификационных бонусов консультантов, да. Вот, именно вот эта вот квалификация, да, то есть до того времени, как под вами не откроется бриллиант, то есть если вы бриллиант и под вами бриллиант, ваши бонусы отрезаются, да, то есть вот. То есть у нас вот есть в команде уже национальный директор, и понятно, что я получаю за всех, а вот за нее уже нет. Да, то есть это только до уровня бриллианта. Но, опять-таки, я за этого национального директора получаю бонус в глубину, да, вот, поэтому ничего не теряется, да, за 6 директоров это тоже круто получать. Так, ну что ж, есть ли у вас вопросы, дорогие коллеги? Нету, да? Ну что ж, поедем с вами к следующему блоку. За 15 минут много информации, да, вам дано. Национальная Светлана Спиридонова у нас. Над ней Рейхана, Рубиновый директор. Да, поехали идти дальше. Значит, смотрим с вами. Мы на прошлом вебинаре с вами говорили, с чего, как раз, вот, как регистрировать людей. Правила построения, да, кто не был, обязательно посмотрите, потому что именно эти правила построения мы разрабатываем для того, чтобы всем было хорошо и вы бы росли здорово, да. То есть у нас с вами бедарное построение, чем шире наша структура, тем лучше, но мы с вами постепенно ее расширяем для того, чтобы рост у вас шел быстрее, да. Вот, это очень-очень важно. И, конечно же, наша с вами сегодня тема, это люди, которые отказываются делать заказ, и у вас получается сомнение, как новичка вывести на заказ и так далее, и так далее. Вот вы знаете, я вам честно скажу, так как это уже вебинар закрытый, меня бесит выражение «вывести новичка на заказ». Как-то вот мне кажется, что это неуважительно к человеку, и я ни за что никогда такие вещи не говорю, ни про кого. Потому что, в первую очередь, у нас с вами человеческие отношения на проекте, и что значит «вывести на заказ», как будто вы его разводите, да. Что получает лидер, когда сделает минимальный активационный заказ? Все ли это знают? Давайте с вами про это поговорим. Вот лидер активировался в течение суток на минимальную акцию новичка. Что случается с нами? Мы получаем в подарок рекрутинговый сайт. На следующий каталог мы получаем 3-4 подарка, да. Потом, значит, что еще, да, скидку 20%. Мы, конечно же, получаем интернет-магазин, но он и без активации, да. То есть новичок пришел, у него все. Плюс к этому он еще и будет получать поддержку в виде регистрации от компании. 5 привилегий, которые я насчитала. Помимо акций в каталоге, помимо скидок в каталоге, помимо подарков в каталоге, да. Помимо подарков, такие как акции 1 плюс 1 равно 3, да, то есть там купоны, еще что-то, я уже это ничего не беру, да. То есть 5, да, то есть новичок получает турборост и все-все-все. И вот сейчас нам с вами нужно понимать, что мы просто не с самого начала, после регистрации, доносим все привилегии правильно. Из-за этого новичков некоторые говорят, что я не могу вывести человека на заказ. Так вот, не надо никого выводить никогда на заказ, нужно просто говорить обычную правду, да, и рассказывать на самом деле вот про пакет привилегий. Люда абсолютно права. И если человек, изучив этот пакет привилегий, да, у вас все-таки отказывается активироваться, да, то есть я не говорю сделать заказ и оплатить, я говорю активироваться, чтобы я под вас могла регистрировать людей. Вот тогда, вот вы тогда уже умываете руки, понимаете. Там уже мы будем ему слать письма три каталога, пока он не терминируется, что вот заберите подарки и так далее, и так далее. Новички у нас не брошены, все директора проекта Фаберлик Онлайн рассылают письма, также рассылают смс-ки, также идет автоинформер, да, голосом Елены Потаниной, автоинформер прозванивает вашу структуру целиком, да, то есть все предоставлено для человека, и если уже человек отказывается, то просто смысла его нет регистрировать, да, заниматься переписью населения, да, то есть вот это вот важно понимать, да. И, конечно, ваша задача сейчас рассказать лидеру, что компания Фаберлик, она официально, легально, но об этом мы с вами немножко позже поговорим, да. И, конечно, самое главное, что я говорю всегда после регистрации, и у меня, я вам честно скажу, мои личные регистрации, большинство активируются в первые сутки, большинство, и я их за это не хвалю, потому что они получили подарки, это не достижение, да, то есть вот огромная ошибка хвалить за то, что лидер получает подарки. Поздравляю, поздравляю, вы получили такие-то, такие-то подарки, замечательно, теперь я могу под вас регистрировать людей, давайте мы с вами сделаем сайт. То есть, знаете, вот тоже вот, когда вы запускаете новичка в работу, когда ему тяжело, когда ему сложно первое время, наоборот, нужно вести себя как можно естественнее, как можно меньше говорить, и как можно больше давать дело. И тогда новичок поймет, что вы его не уговариваете, что все работают так же, да, и так далее, и так далее. Вот, значит, не за что, Ириночка, работаем вместе, мы с вами команда, вот вы вырастите и тоже будете нам помогать проводить вебинары, поэтому я прям уверена, что мы делаем это не зря, что вы нам потом тоже будете помогать. Я уверена просто в этом, что вы у нас только умницы и красавицы на проекте, ну и, конечно, красавчики. Забыла, как обычно, про мужскую часть. Да, то есть давайте с вами, кто на сегодняшнем вебинаре, конечно, постараемся убирать понятие «вывести на заказ», потому что это мне не нравится, мне кажется, это неуважительно к человеку, человек получает столько подарков, столько привилегий, такие скидки, в магазине намного дороже, и поэтому вывести человека на заказ, вот я не знаю, мне всегда это мне не нравилось. Конечно, Евгения, и главное, самое главное, знай, что не нужно учиться самой, тебя могут научить твои наставники, и, да, то есть все такое прочее, да. Значит, когда человек вам отказывается, который пришел по третьему варианту в заказе, как бы вам сказать, нужно задавать наводящие вопросы. Сначала нужно с ним соглашаться, а потом задавать наводящие вопросы. К примеру, новичок говорит, у меня нет денег, там, да, то есть такому человеку вы говорите, что вы, наверное, просто, да, согласны, да, бывают случаи, когда мне так говорят, конечно, большинство делает заказ, но вот вы знаете, у вас просто сгорит шикарная привилегия, я же под вами структуру буду строить, да, то есть сначала соглашаетесь, да, или, допустим, правда, а у нас только покупатель на проект пришел, вот мы недавно сводили статистику проекта, да, и нам сказали, что пришло более тысячи человек на проект, и большинство из этой тысячи, допустим, покупателей, и они с удовольствием делают заказ и активируются. А как же вы будете работать с продукцией, не зная ее, да, то есть я задаю наводящие вопросы и очень полные, да, то есть я общаюсь с людьми и призываю их вопросами понять, что это бизнес, это бизнес, не надо уговаривать, не надо говорить, вы знаете, какие у нас помады, это потом нужно говорить, сначала нужно говорить о бизнесе, чтобы человек понимал, что человек вас правильно потом дублицировал, да, в глубину качества, как вы с ним поработаете, так и он будет работать со своей структурой, да, то есть обязательно, конечно, вот это все говорить, да, и большинство удивляются скидке, ценам, подаркам, давайте я вам расскажу подробнее, да, и когда человек понимает, что ему просто хотят рассказать, его ни к чему не обязывают, да, ни к чему человека, понимаете, у меня вопросы поставлены так, что я ни к чему не обязываю, это очень важно, поняли фишечку, да, вот, и, значит, я просто спрашиваю, давайте я вам расскажу про подарки, про акции, вот это очень важно, да, то есть я не ставлю, как бы, да, вот далее, значит, ставлю человека перед фактом прямо с сухим текстом, мы, во-первых, мы говорим о заказе до регистрации, и когда новичок готов сделать заказ, тогда и мы регистрируем, да, и я так и пишу, вот, честное слово, я так и пишу, потому что меня очень часто спрашивают, Аня, почему у тебя все активируются, потому что я пишу сухо, мало, коротко, и только по делу, понимаете, да, то есть я, ну, грубо говоря, подхалимством я не занимаюсь, да, но чтобы вам было понятно и удобно меня воспринимать, да, то есть есть такие новички, которые до такой степени расписывают пироэты перед их будущими бизнесами, да, бизнес-партнерами, что просто бывает, ну, смешно как-то, да, вот, через чур, через чур, да, значит, что нужно говорить, для того, чтобы я могла под вам помогать строить совместную веточку, вам надо активировать свой номер минимальным заказом в течение суток, да, и я еще обычно говорю, такая срочность первый раз, потом вы уже будете делать заказ тогда, когда вам удобно. Я объясняю новичку, зачем я вам скайп, так, сейчас я скажу, как я объясняю, я пишу, что найдите меня в скайпе, в скайпе все директора, вся ваша команда, и если меня не будут в сети, вам там всегда помогут, там объявления о вебинарах и так далее, и так далее, то есть, когда они говорят, ой, я не знаю, когда я встаю, я говорю, скайп установить 2 минуты, скайп установить 2 минуты, вы ко мне зарегистрировались, мы с вами идем на директора, да, то есть, я делаю под итог, я отрезаю нытье, грубо говоря, и я делаю под итог, мы с вами идем на директора, без поддержки команды, на директора будет выйти сложно, все, то есть, я отрезаю нытье, я люблю резать сразу же, потому что мне оно неинтересно, все мы с вами пришли с нуля, все мы с вами начинали с нуля, и, грубо говоря, вот, я не знаю, я очень много сразу обязательств взяла на себя, и я нисколько не жалею, да, вот, значит, далее, конечно же, такой вопрос очень интересный, когда лидер говорит, там, я не буду делать заказ, у меня нет денег или еще что-то, да, это обычное возражение, обычное возражение, конечно же, я пишу таким вот образом, хорошо, я вас поняла, может быть, у вас есть сомнения по поводу качества продукции, и перечисляю вкратце, что у компании собственный завод, 45 тысяч квадратных метров, у компании собственная лаборатория, компания производит свою продукцию по стандарту GMP, по всем ГОСТам и СанПинам тестируется, да, то есть у нас есть, может быть, вы не смотрели ассортимент, давайте мы с вами созвонимся, и я вам покажу, где смотреть ассортимент, я уверена, вам что-то понравится, да, я очень часто говорю, что у нас отличное средство для мытья посуды, очень красивые, притягательные, есть там бодипеньюары, нижнее белье, да, ну, если я разговариваю, конечно, с девушкой, да, то есть вот, слава Богу, мужчина, нам теперь можно и пиджак, и футболку, и трусы тоже, как бы, да, предложить, до этого мы не могли это предложить, вот, поэтому, конечно, мужской ассортимент расширился тоже, дай Бог, и это классно, да, носить футболки от Фаберлик, такие симпатичные, и строить бизнес. Я всегда писала правду, Светочка, я всегда писала правду, и вы знаете, поначалу надо много рекрутировать, но если вы все делаете, как в предыдущих частях, девяти, то у вас скоро разовьется свой бренд, да, то есть, Светочка, вы открываете директорство, и у вас уже какой-то брендик начинает развиваться, поэтому, да, обязательно, майку и фуфайку. Аня, Аня, как объяснить, зачем ему 50% делать? Переформулирую, Лена, вопрос не поняла про 50%. Спрашивают, сколько я получаю. Я получаю пока немного, но у меня хороший быстрый рост. У нас в рекордном проекте директор за 53 дня, но также директора можно открыть и за год. Вот я так пишу, да. Как объяснить, почему 50 баллов делать? Ну, первое время я пишу, что 50 баллов не обязательно. 50 баллов не обязательно, мне вообще не показатель. Мне главное, чтобы человек активировался и рекрутировал. Я не заставляю делать заказы, я не объясняю, зачем это делать. Я просто высылаю обучение людям. Да, я просто высылаю обучение людям. И, конечно, я вижу, если человек, допустим, вышел на 9%, и у него 20 баллов, я ей пишу, говорю, ты знаешь, сколько ты денег теряешь? Давай учиться считать. Я могу позвонить, и прямо мы с ней будем сидеть, рисовать, считать, высчитывать, и она поймет, потом все у меня. То есть я досконально, я дотошная. Да, то есть я люблю мелочи. Не все идут на созвон, большинство боится созваниваться, не зная, как вы будете развивать свой бренд, если вы боитесь взять трубочку от наставника, да. Но что мне хочется сказать, то, что не бойтесь, не бойтесь общаться с людьми, ваша зарплата будет очень хорошо расти, и вы нисколько не пожалеете, что вы обгоняете тех, кто позже вас пришел по званию, то есть раньше вас пришел по званию. И знаете, на самом деле, вот я вижу сейчас лидеров, которые хорошо растут, да. Во-первых, вот какие у нас есть лидеры на проекте, да, которые рекрутировали, хорошо росли и ушли, допустим, вести, снимать, и забыли, что такое рекрутинг, да. А бренд еще не поставлен до конца. И что такое, и у них получается, что приток регистрации заканчивается, потому что они с головой окунулись в новую деятельность, да, видеографа, и получается, что тут ошибка. Ошибка в том, что ты немножко снимай и побольше рекрутируй, да, то есть 2-3 ролика в неделю за глаза, не надо снимать пачками ролики и думать, что к тебе пойдет куча регистраций. Так ведь? Вот тут тоже вот это вот, да, второй вид директоров, которые только рекрутируют и боятся позвонить новичкам, поговорить с ними, не ведут ни планерок, ни вебинаров, ничего, и они в глазах лидеров уже, ну, так, пониже, потому что о них так не думают хорошо, как, допустим, о тех, кто... Вы знаете, я со своими новичками, честно скажу, созвонюсь очень редко, крайне редко. Почему? Потому что они меня видят, они мною перенасыщены, и им даже, они не нуждаются в созвоне со мной, они знают, что я всегда рядом. И я об этом всегда пишу, не забывай, я рядом. Я рядом, ты не забывай, я тут. Пиши мне, тереби меня, да. То есть вот. И, конечно же, бывает третий идеальный вид директоров, наставников и так далее, которые занимаются всем помаленьку. И самое главное, они отправляют команду рекрутировать и обучаются званиваться и всем вот этим вот мелочам, и рекрутируют сами, чтобы не потерять. Да, вот это вот, когда лидер берет всего помаленьку, но приоритет у него, конечно же, как минимально одна регистрация в день, а потом все остальное, вот такой лидер растет лучше всех. Но на уровне директора вам все равно нужно вот немножко на планерочки какие-то вылазить, о чем-то говорить, знакомиться со своей командой, да, и рассказывать им то, что сейчас рассказываю вам я. Да, вот и все, в принципе. Сетевой маркетинг – это одно и то же. Главное – это как можно чаще повторять и как можно больше аудитории, да. Вот рекрутинг и повторение. Рекрутинг и повторение, да, то есть таким вот образом. Да, так дальше у нас, значит, так, это уже тема следующего вебинара. Значит, что у меня случилось? У нас, значит, сегодня… Даже если вы не знаете, что говорить при созвоне с новичком, вам просто все равно с ним общаться. Бывают такие моменты, когда вы можете, как даже сказать, не знать ответов на какой-либо вопрос. Из такой ситуации можно выйти как? Сказать «Отличный вопрос, сама не знаю, сейчас уточню». Да, я сейчас уточню у наставника, вам потом перезвоню. И когда вы уточняете и перезваниваете человеку или просто в письменном виде, если вопрос какой-то пустяковый, вы ему отвечаете в письменном виде, то у вас уже возникают довольно-таки крепкие отношения, как и вы себя презентуете, сами того не понимая, в глазах вашего восходящего лидера, как надежный наставник. Вот это очень важно понимать, что вы должны быть надежными. Даже не должны, а вам надо быть надежными для того, чтобы вы хорошо зарабатывали в будущем. Значит, созвон с новичком, что говорить? Знакомитесь, немножко рассказывайте о себе. Обычно лидеры, новички тоже раскрываются, тоже рассказывают, что да, у меня вот двое детей, там муж есть, я живу там-то, там еще что-то. Далее, значит, о проекте. 65 тысяч человек на проекте. Прирост 1200% за год. На самом деле, это наш прирост. Самый крупный работающий онлайн-проект Фаберлик нам доверяет. 24 директора, это когда-то у нас был осенний ажиотажный каталог. Вот помните, я вам говорила, кто активно рекрутирует летом, тот зимой открывает звание за званием. И у нас обычно осенью бывает даже и по 24 директора новых за каталог. Поэтому вы представьте ток. 24 новых директорских заявки бывают осенью. И практически ежекаталожно это бывает вплоть до марта. Далее, значит, о компании. Что она 20 лет на рынке. Входит в АПП. АПП – это члены ассоциации прямых продаж. Очень престижно там находиться, там быть. Собственное производство. Фабрика в Москве занимает 45 тысяч квадратных метров. Собственная лаборатория. 34 уже патента. Видите, я не смогла переделать презентацию, не успела. Вам показываю старую, но уже хотя бы так. То есть, компания выпускает свою продукцию по стандарту GMP. Не тестируется на животных. Тестируется по всем ГОСТам, САНПИНам. Передается по наследству. Состоит в ЭКО. То есть, садит деревья ЭКО программа. Да, Солнечный Пес. Помощь деткам с ограниченными возможностями. Проводит форумы с уровня золотого директора. Оплачивает поездки в разные страны мира на 10 дней. Конечно, едем по желанию. Да, то есть, если номера объединены, то нужно открыть Рубина и ездить вдвоем. Далее, значит, вопросы. Я обычно, если честно, когда бывает много регистраций за неделю, я могу какого-то из новичков не добавить в чат. Я всегда спрашиваю, есть ли вы в чатах, приняли ли вы вас в группу. Знаете ли вы про подарки. Вот эти обычные вопросы, которые дают вам общаться, общаться, общаться. То есть, круговерть переписки начинается или со звонов. Также, знаете ли вы, где видеть сообщения в личном кабинете. Обязательно этот момент проговаривайте, потому что туда все директора проекта высылают оповещения в вебинарах и записи вебинаров и какие-либо новости. Далее, значит, приходят ли вам от меня письма на почту. Вот это очень важный момент, когда, допустим, вы человека подписали на информационную рассылку, он должен проверить, может быть, сообщение в спам ушло, достать из папки спам, чтобы он потом в дальнейшем информировался по-нормальному. То есть, тут все должно быть схвачено одно за одним. И в скором времени вам будут приходить от меня письма на почту, в сообщество, проверяйте спам, читайте вовремя. Далее, значит, мы выясняем, сколько у вас времени на работу. Конечно, директорами все хотят стать за неделю. Да, но на практике выясняется, что мы сначала делаем странички и немножечко планируемся. Я не планирую своих новичков так, как учат планировать. Я их, просто мы ставим цель. Первая цель 9%, потом цель чат топ-лидеров, потом цель директорский состав, потом цель драгоценный состав. То есть, я ставлю, просто мы ставим такие вот незаметные цели, и я постоянно повторяю, что я рядом, я тут. Далее, значит, если лидер вам говорит, что он хочет за месяц выйти на директора, вы ему так и отвечаете, что это 60 человек по 50 баллов, что это возможно, давай дерзай. Да, то есть, и, конечно, лидер уже будет сам понимать, сможет он справиться с этим или нет, когда столкнется с работой, с возражениями в соцсетях, еще что-то. Далее, значит, всегда просто говорите правду, обязательно говорите правду. Если у вас есть малыш, обязательно предупредите, поговорите о том, что не всегда бываете у скайпа, и если долго не отвечаете, пусть пишет вопрос в чат. Обязательно научите человека, как писать в чат, еще что-то, еще что-то, да. Вот, допустим, если я новичка добавляю в чат, я всегда спрашиваю, виден ли тебе чат. Если новичок в чате отвечает, что да, виден, все, я спокойно, новичок умеет. Есть люди, которые не умеют и не понимают, и я им звоню и показываю. Далее, значит, распланируйтесь немножечко, сообщите о важности вебинаров, сообщите о важности об одной регистрации в день. Но самое главное, что мы этим слайдом с вами хотим сказать, что мы с вами дали понять, что компания официальная, легальная, надежная, 20 лет на рынке и так далее, да, то есть вы показались, вы не боитесь показаться человеку, и это тоже круто, это тоже важно. Значит, пообщались, все это занимает 10 минут, потом рассказываем, что в компании есть три вида дохода. Я обычно могу это писать или я могу это рассказывать, да, то есть можете скринить или я могу эти скрины куда-нибудь вам выложить, да, выложу на Яндекс.Диск и под видео в этот файлик, который я вам давала в начале обучения от А до Я, я могу вам его туда прикрепить на Яндекс.Диск, как хотите. В общем, да, во вкладку вопроса напишите, если это нужно, я вам обязательно сделаю. Так, далее, значит, время у нас с вами в обрез. Что хочется дальше сказать, да, человек может продавать, может не продавать. Так ведь? Первая активация такая срочная, потому что вам нужно зарегистрировать под него человека. Прямо так и говорим, мне нужно под вас человека зарегистрировать, прошу поскорее активироваться. Если вы не можете поскорее активироваться, я тогда его буду регистрировать под того, кто над вами. Да, то есть так и говорим. Я всегда так говорю, потому что мне надо, мне надо, у меня бизнес, я не могу ждать. Вы регистрировались, до регистрации вы знали, что надо делать заказ для того, чтобы компания сняла с вас блог по регистрациям. То есть это правило компании, тут уже ничего не поменяешь. Ну, конечно, в этом есть свои плюсы. Плюсы в плане чего? В плане того, что вы можете легко, как даже выразиться, минутку, компания не оставила нам выбора, и все наши новички, которые раньше были ленивыми, ждали чего-то, им все равно приходится работать. Работать работа кипит, и поэтому у нас с вами, когда ввели это правило, увеличился рост. И это очень важно понимать, что рост увеличился из-за того, что компания ввела это правило. То есть это нам с вами было на руку, когда лидер не ленится, а с первых дней начинает вникать и работать. Вот, значит, этот слайд вы посмотрели. Вот, значит, в основном мы работаем в интернете. Продажи это по желанию, я так и говорю. Я не говорю, что мы не продаем, нет, нет, нет. Я не приветствую продажи, но есть люди, которым нужны деньги на сим-карты, нужны деньги на онлайн-сим, смс-реком, пусть продают. Нужны деньги, которые, вот некоторые люди приходят, у них нет денег на пакет молока. И если они продадут там, к примеру, да, на 1000 рублей, то 200 рублей будут у них в кармане, они сходят это молоко и купят. Пусть, если им это надо, пусть продают. Значит, далее, сейчас у нас с вами, так и говорим, что информационный век. Много кто работает в интернете. Сами видите, что сейчас много что делается через интернет. Коммунальные платежи, оплата в виде. Видите, что сейчас, да, то есть вот это вот все рассказываете. Компания также создала сайт для работы. Нам также помощь в бесплатный интернет-магазин предоставляется в подарок. Как новичку, позже расскажу, как его забрать. Да, то есть будет помощь в работе. Да, мы работаем информационными менеджерами. Это нужно все обязательно рассказывать, да. Даем информацию людям о возможностях заработать, помогая подняться по карьерной лестнице до директора и выше. Мы ищем коллекцию, команду, обучение полностью бесплатное, да. И, конечно же, проект предоставит готовые шаблоны и так далее, и так далее, и так далее, да. Значит, потом мы с вами обязательно говорим, что мы помогаем на первом этапе. Можем вначале приводить вам новичков. Видели ли вы это в видео? Если человек, да, то есть я уже с первых минут общения, да, с первого звонка, да, я уже анализирую человека, внимательный он или нет. Если человек сказал, да, да, я видел, все хорошо, да, вот объясните мне, вот этот факт непонятен был в видео, этот факт непонятен. Все, этого новичка я уже люблю. Я его просто обожаю, почему? Потому что он задал вопросы, которые ему непонятны, и раз ему что-то непонятно, значит, он посмотрел первое обучающее видео. Для меня это очень важно. Если новичков сказал нет, я говорю, все равно отлично, значит, я вам не зря это рассказала. Если да, то очень хорошо, значит, вы все знаете, ответственно относитесь к работе, то есть похвалите за хорошее отношение к работе, ответственное, да. Да, то есть и тут вот тоже видите, как ошибка-опечатка, не смогла это убрать, тогда нам, вам нужно активировать свой номер в течение суток, желательно сегодня, потому что мне под вас надо регистрировать людей. Поэтому оплатите заказ на сумму, говорите минимальный заказ. Или вы желаете подарок новичка, тогда на такую сумму, да. То есть и обязательно я тут делаю, да, под итог, что 200 рублей разница, а получаете 3-4 подарка. Это круто. Далее, значит, 3-4 подарка я имею в виду вместе с программой Фаберлик Клуб. У нас сейчас подарки от 5 бонусов, да, и если лидер сделал подарок, да, заказ на 10 баллов, он получает 2 подарка по акции новичка, плюс, допустим, 2 маски для лица, да. Ну, к примеру, это минимальное, да, количество подарков, максимальное, то есть я называю, можно, конечно, и 3 подарка забрать, да, 2 средства плюс мыло, да, оно тоже идет 10 баллов. Можно их копить и забрать что-то дороже. Далее, значит, как активируетесь, оплатите заказ, напишите мне. То есть я их не спрашиваю, активировались ли вы, да, я им так и говорю, напишите мне обязательно, когда активируетесь, да, и мы с вами пойдем получать свой рекрутинговый сайт. Тут немножко не изменено, да, то есть как активируетесь, сразу же мы с вами будем заполняться на рекрутинговый сайт, у вас будет свой собственный лендинг, да, и кидаю свой лендинг, например. То есть у меня деловой подход, я не вывожу человека на заказ, я просто ему говорю. То есть это как бы, как в порядке вещей, я веду себя естественно, и это бизнес, это бизнес, через полгода вы можете получать огромные деньги, да, 100, 200, 300 тысяч, вам нужно понимать, что это обычные слова, которые нужно выучить и, грубо говоря, с каждым новичком прописывать или проговаривать, проговаривать, чтобы потом ваш новичок ваш дублицировал глубину. Вот, значит, посмотрите видео о привилегиях за заказы и так далее, и так далее, да, то есть я все это отскреню, вам вышлю. Вот, и, конечно, дорогие коллеги, фишка, моя самая главная фишка, если человек отказывается делать заказ, но я вижу в нем потенциал, я вижу, что он ответственный и все такое, я очень часто с ним созваниваюсь и говорю, давайте я вам сейчас перечислю все привилегии, а там вы уже решите, что вы желаете, да, и начинаю с ВИПа, и когда вы рассказываете про ВИПа, то человек 100% пойдет по акции новичка, почему, потому что он знает больше, середину, меньше и так далее, и так далее, он идет по акции новичка легко, да, вот, и, конечно же, положительная энергетика, которая очень важна, это тогда, когда вы положительно настроены и понимаете, что к вам приходят нормальные классные люди, а не сидите, грубо говоря, и не ревете, ой, у меня одни неактивные, что с ними делать, да, то есть вот самая главная ошибка – это ваш настрой, а потом уже вот вся эта работа. Далее, значит, 30 ВИП-консультантов принесут в вашей структуре 3000 баллов, кто это? Поэтому никогда не лишайте возможности человеку стать ВИП-консультантом, да, кто-то приходит еле-еле наскребать на минимальный активационный заказ, а кто-то залазит на сайт и делает заказы сразу на 200-300 баллов в первый каталог регистрации, и поверьте, я когда смотрю по структуре, я это вижу, что они это делают, и это новички, которые делали первый раз заказ, да, поэтому тут тоже обязательно понимайте все вот эти вот фишки, что вы можете сами лишить человека выбора из-за того, что боитесь ему о чем-то сказать. Ни о чем не надо бояться говорить, ни о чем. Вот, значит, далее, да, представьте сами себя в магазине, накупили вы на 2000, и вам бац, 1, 2, 3, 4 подарка плюс 20% скидки на кассе. Хочу увидеть ваши ответы. Если у вас хоть один магазин вокруг вас, хоть одна сетевая компания вокруг вас такая, чтобы вы такие приходите, а вам бац, куча подарков. Вы фреши скидки нет? В том-то и дело, что нет. Нет, чтобы столько привилегий сразу, нет. Вот, и это, конечно, тоже круто. Вы должны понимать, что это круто, да. Вот, если заказом медлит, и вы столкнулись с возражением, вот про это спрашивайте всегда, подарят ли вам в магазине 3 подарка. Вы знаете, к нам, но самая главная фишка, когда я говорю, вы знаете, к нам приходит столько покупателей, они с такой радостью покупают, а вы пришли на бизнес и не хотите делать заказ. Что-то мне непонятно. Давайте мы с вами еще раз все обсудим. Давайте я вам расскажу про подарки. И вот тогда лидер уже нормально идет и со мной на разговор, когда он понимает, что его не заставляют, а не обязывают, не выводят на заказ, а просто ему объясняют всю правду, все привилегии. Да, далее, значит, ну, это уже созвон второй, об этом мы с вами поговорим позже. Вот, значит, сегодня мы с вами просидели 47 минут. Не получается у меня на полчаса. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы вы... Так, минутку. Хотелось бы, конечно, чтобы вы не были у меня перегруженными, чтобы у вас все в голове устаканилось, утрезвонилось. И поэтому, так, вопросы две штучки. Аня, нужно выложить файлы в чаты. Хорошо, нужно выложить... Хорошо, только я их поправлю. Я их поправлю, как вы видите, там есть что добавить, что убрать, что переправить. Не было света, не успела загрузить красивую презентацию, просто их нашла из прошлых вебинаров. Вот, самое главное, да, чтобы все у вас устаканилось, умейте общаться и убирайте понятия своего лексикона, выводить на заказ. Не люблю это понятие. Как-то мне кажется, что оно неуважительно к нашим лидерам, будущим лидерам, да, вот. Вот, все полезно, да. Что-то непонятно, обязательно задавайте вопросы. Я буду рада на них на всех ответить. Желательно, конечно, если вам что-то непонятно, то мы с вами заглянули слишком глубоко. И вот самое классное, это когда вы задаете вопросы на Ютубе под видео, а я вам снимаю видеоответ и скидываю ссылочку с ответом. И ответы на эти вопросы все смотрят. Вот тогда будет вообще идеально и для вас, и для ваших новичков, кому вы будете отправлять записи вебинаров. Эти записи можно отправлять только зарегистрированным, потому что может быть такое, что лидер попросится напрямую ко мне из-за статуса. Поэтому только те, кто зарегистрирован, могут пользоваться данным обучением. Это очень важно, это очень серьезно. У нас недавно произошел случай, девушка взяла и мой первый вебинар отправила. Лидер прошла по ссылочке, активировалась и зарегистрировала под себя троих первую линию. И все это буквально за два дня. Никто спохватиться не успел. А девушка мне пишет, мой новичок из моей личной группы, Аня, это был вообще-то мой человек. В общем, смотрите, еще раз хочется вам сказать по этому поводу, очень важное, да, чтобы такого не было, посмотрите первые два вебинара. Вам нужно обязательно рекрутинговые ролики, скачивать на свои YouTube-каналы, их переименовывать и рекрутировать ими. Да, не надо начинать обучение с середины. Начинайте обучение с первого вебинара. Только тогда у вас все в голове уляжется и утрясется. Вот. Вы понимаете, я замотивировала новичка у новичка, и я даже, она, понимаете, она все сделала сама. Да, как бы, грубо говоря, не надо сейчас вот это вот делать, да, а потом говорить, что там кто-то виноват. Мы никак не можем быть в этом виноваты. У нас обучение с доступом по ссылке, так ведь? Если вы его уже скопировали, послали, то это уже вы сделали, не мы. Мы уже в этом не виноваты. Поэтому, да, прошу на нас, на наши плечи не выжить ответственность за то, что кто-то зарегистрировался к нам из-за того, что вы скопировали наш ролик и послали наш ролик кому-то, да. Вот. Только после регистрации давайте. Ну что ж, все, всем пока-пока, 50 минут.